Все мы в детстве любили играть с игрушками. Дети не предмет, но они тоже могут сломаться. Дети по той или иной причине, оставшиеся без попечения родителей, нуждаются в новой семье. И только мы можем помочь им в этом. Не закрывайте глаза на чужое горе. Станьте волшебником и подарите такому ребенку радость полноценной жизни, счастье, тепло и любовь. Влад сочетает в себе спортивные и гуманитарные способности, что, согласитесь, достаточно большая редкость. Футбол, баскетбол и волейбол – любимое занятие в свободное время. Однако, не забывает он и про литературу. Больше всего у меня предмет идет по чтению. Четыре уходит. А по математике у меня тройка. Может, великим математиком ему и не стать, однако уже сейчас он выбирает для просмотра передачи аналитического плана, что многое говорит о его характере. У нас идет «Все будет хорошо, мне нравится, нам все рассуждают». Владик в будущем мечтает стать пожарным, защищать его призвание. Ведь и в футболе он тоже чаще всего защищает ворота своей команды, являясь последним рубежом атак соперника. Человек-паук, его любимый супергерой, тоже использует свои сверхспособности на благо людям. Влад всегда помогал и защищал от других своего лучшего друга, которого сейчас усыновили. Хотя он и любит позорничать, главное его качество, которое все отмечают – постоянная готовность прийти на помощь. Несмотря на то, что Влад еще маленький, его мечта вполне взрослая и весьма основательная. Старший брат мальчика уже начал свою самостоятельную жизнь, а средний находится в госучреждении вместе с Владом. В этом заключается основная помеха возможному усыновлению. В соответствии с законодательством братьев и сестер нельзя разделять между разными усыновителями. И будущим приемным родителям нужно учитывать, что взять в свою семью можно лишь обоих мальчиков. Если вы приняли решение стать приемным родителем, обращайтесь в отделы опеки и попечительства, Управление социальной политики вашего муниципалитета. Это непросто, но очень нужно ребятам, которые хотят обрести свою семью.